грибы один из любимых даров леса который ценят за их оригинальный вкус и непередаваемый аромат их употребляют вареным жареным тушеным маринованном и соленом виде иногда забывая что вот такие аппетитные красавцы отлично поглощают тяжелые металлы и опасные радионуклиды то же самое касается и лесных ягод светлана божок грибник любитель в лес вместе со своей подругой ей удалось выбраться во время летнего отпуска сбор грибов для девушек просто хобби однако места для тихой охоты всегда проверенные и неизменные ведь они не только урожайные но самое важное чистое мы всегда следим за тем чтобы грибы ягоды собирать только в чистой зоне всю лесную продукцию проверяем дома с помощью дозиметра вот и эпидемиологи напоминают несмотря на то что с момента аварии на чернобыльской аэс прошел не один десяток лет забывать об элементарных правилах для своей же безопасности нельзя так как у нас радиационная обстановка переменчивая то все кто собирает грибы желательно нежелательно обязательно приносить для исследований в территориальные центры гигиены это наш областной центр или на территории любого района где они собирают грибы грибы на исследование по содержанию радионуклидов потому что случаев превышению очень много и нужно перепроверять тем более в прошлом году было засушливое лето концентрация радионуклидов не разбавлялась дождями и соответственно могла накопиться грибы и ягоды рекомендовано собирать в местах где плотность радионуклидов цезия составляет менее двух кюри на квадратный километр некоторые дары леса являются настоящими аккумуляторами радионуклидов поэтому следует проявлять осторожность любителям черники черной и красной смородины а среди грибов стоит обратить внимание на польский гриб маховик и масленок также в зоне риска популярные лисички и белые грибы даже на территориях чистых так называемые с низким с малыми плотностями загрязнения рекомендуется все-таки проверять грибы периодически вот потому что в зависимости от форм выпадений цезия даже на малых уровнях загрязнения могут быть очень высокие коэффициенты перехода именно цезия в пищевые продукции леса и пищевая продукция леса будет превышать допустимые уровни любой желающие населения может принести дары леса к нам лаборатории на в лаборатории гомельско-опытного лесхоза где абсолютно бесплатно мы проверим дары леса на загрязнение радионуклидами проверка продукции в радиационно-контрольных лабораториях является обязательным условием приема грибов и ягод от населения подразделениями областного потребительского союза 9 тонн 200 мы закупили грибов с начала года вот сейчас приступили активно к заготовке культурных ягод значит у нас в целом по области вся продукция проходит проверку по радионуклидового контроля ни одна партия у нас не производится приемка без лабораторного контроля если вдруг бывают случаи превышения содержания радионуклидового контроля значит мы ее просто не принимаем к слову в этом году природа не обидела гомельчан ягод и грибов хватит не только для себя но и для желающих подзаработать а это лаборатория ветсан экспертизы на гомельском центральном рынке самого утра здесь уже традиционно для сезона наплыв любителей тихой охоты собранные ягоды и грибы везут буквально из каждого уголка гомельщины и даже из других областей страны здесь сотрудники лаборатории бесплатно проводят тщательную экспертизу лесной продукции после чего хозяину собранного урожая подается специальное свидетельство о пригодности его сбора к употреблению или реализации на специализированных рынках радиация никуда не ушла и все грибы и ягоды можно нужно проверять но вот сегодня например было три случая грибов и одни ягоды был реческий район некоторых местах в реческом районе чистые попадаются грибы и ягоды в некоторых местах грязные при покупке лесных даров на рынке необходимо убедиться что продавец имеет разрешение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продажу продукции растительного происхождения и радиационного контроля при этом специалисты не рекомендуют покупать дары леса на стихийных рынках или возле дорог павел михно игорь морищенко валерий гопанько новости недели